Привет всем ребята, с вами Хомиш и сегодня я вам расскажу за танчик М6А2Е1 Покажу довольно таки неплохой бой на нем, вот сейчас вы увидите что-то у меня с прицелом странное происходит, видимо я не знаю за чего Реплей как обычно меня радует, вот расскажу о его плюсах, покажу наглядно как эти плюсы реализовывать в бою Ну и вообще скажу каков этот танк для меня, то есть какое у меня мнение вообще о нем Ну начнем о плюсах танка, характеристики думаю все так знают, я где-нибудь их вставлю здесь, увидите их сбоку на пару секунд Самый основной, самый главный плюс, вы сейчас его пронаблюдали, это здесь углы вертикальной наводки Здесь плюс 10 идет УВН, то есть на 20 градусов вниз там вроде склоняется орудие, что-то такого плана То есть ну это очень хорошо на самом деле, орудие реально хорошо склоняется вниз, это ну очень спасает в бою Реально это очень классно, это очень полезно, мне это очень нравится Потом, второй плюс у танка, это ну довольно таки неплохой обзор для тяжа Там 380 метров, если поставить просветленку, хотя вряд ли кто-то это сделает Ну возможно, то возможно, потому что ну модули здесь ставить там приводы например бессмысленно Здесь 2,2 секунды скорость сведения, она быстрая, танка еще стабилизация хорошая То есть со сведением проблем не бывает в принципе, поэтому можно себе спокойно без приводов ездить Ставим досылатель, стабилизатор, все у нас все шикарно, можно даже не ставить стабилизатор И третьим уже решайте сами, что мудрим ставить Можно поставить подбой например, можно поставить например просветленочку, да кстати Можно поставить вентиль, ну то есть решать вам, что ставить У меня стоит подбой, если я не ошибаюсь, я не помню даже, честно говоря Вот, этот бой кстати был очень такой показательный на самом деле Потому что вот здесь демонстрируется то, что плюс гусящего один, который вот у него Этого высота его, то есть он высокий, довольно таки самый высокий восьмой уровне, если я не ошибаюсь Но посмотрите на это, огромное чудище При этом еще вот эта вот вся крыша, блин, как бы так не вытаскивая карту Показать его крышу, ну ладно, не суть Вот эта вот часть над маской, она шьется просто, ну всем, что есть в этой игре, в принципе Она картонная, вот, но гусь сам по себе высокий И благодаря этому он может пробивать такие танки, как ИС-3, ИС-6 в крышу Либо даже в ВЛД без проблем, потому что они низкие Ну а наш гусь высокий, ему не мешает ничего просто подъехать в притык И в клинче, допустим, они там ничего не сделают, и даже орудия не поднимется, чтобы вам в крышу там выцелить Да, например, только голду заряжать, чтобы пробить нормально А вы можете на гусе просто в притык, в клинче разгибать танки все почти Потому что у всех всегда будет открыта крыша И вы сможете эту крышу шить, как хотите, любой тэнк Ну, только 32-ка доставит проблемы Но 32-ки просто в ВЛД стрелять высока, и все, там, вся броня сразу приведенная пропадает 130, остается там, 140 от силы, так же и у ИС-6 Тут вроде и мало пробития, и орудие очень плохое для 8-го уровня Ну, хотя в сравнении с орудием того же ИС-6, здесь оно еще и нормальное 198 бронепробитие, такой же, как у 32-ки Только здесь у нас один самый главный минус Здесь скорострельность даже хуже, чем у Т-29 Здесь 10 секунд КД с досылателем, то есть 10 секунд Это очень печально, на самом деле Меня это очень сильно разочаровывает Могли бы чуть-чуть больше хотя бы здесь ДПМ отдать Но так как реально, ну, танк страдает Его мало того, что кидают к десяткам Так у него еще и борта по 40 мм Да, здесь еще есть плюсы, это экраны хорошие такие В гуслях, они реально спасают вот эти вот над гуслей Иногда аутисты стреляют в эти экраны Ну, такие совсем дебилы Под, не знаю, 40% Люди, которые вообще ничего не понимают Но они учатся, я ничего против не имею Вот, но они стреляют в экраны И ничего не могут сделать То есть просто снаряд впитывается в экран Это плюс, да Но минусы теперь гуся Которых нужно было сразу сказать Это вот щеки Которые пробиваются здесь свободно Вот эти вот в башне И картонные борта карма Его размеры Довольно-таки плохая максимальная скорость 28 или там 29 км Я не помню точно Хорошая, конечно, удельная мощность Почти 15 лошадок на тонну Но плохая максимальная скорость К сожалению Ну, а так что В целом танк неплох В топе он что-то может В топе он может разгибать Плюсов у него хватает Да, там Размеры-то сразу и минусы Плюсы у танка А броня неплохая Ну, я вот что за броню не сказал Сейчас эта броня не решает Сейчас его даже в маску пробивает Его могут Маска вроде огромная Но она шьется на удивление Потому что у нас в игре Все само по себе происходит Даже непонятно Как это происходит вообще В ЛД Шьется под гол Фу, блин На голде шьется Даже без голды Некоторые танки пробивают Там НЛД пробивает И т.д. Ну, то есть вы поняли Сейчас я немножечко назад перемотаю Чтобы остановить гуся Показать В целом описать Все его такие Недостатки И недостатки Ну, вот Можно было бы, кстати Избежать проблемы С максимальной скоростью Если бы Отняли его броню Вот В корме башни Там у него 208 брони Зачем танку В корме башни Столько брони Я не понимаю Ну, еще его, кстати Не так давно Понерфили Там где-то в патче 0.86 Может 0.85 Ему уменьшили длину орудия Увеличили его высоту Уменьшили размеры маски Изменили углы лба Ну, в общем Поменяли его Ну, короче говоря ИС-3 его пробивает В лоб БМХами даже В маску Иногда его пробивают Такие танки Даже как Не знаю Там некоторые седьмые уровни Те же Як-пантеры Тигры Иногда Я не знаю Как это происходит Ну, вот так это происходит Раньше Это была самая толстая маска В игре Пока ее не изменили Там что-то около 600 с копейками Или с места миллиметров Была Вся эта пластина И невозможно было Или чем пробить Ну, а сейчас пробивается Ну, еще этот танк Часто горит Ему часто критуют Заряжающего Когда стреляют Просто в уши башни Часто командира критуют Часто мех Вода критуют Все, что можно Критуют В общем Все печально С этим танком Да Обязательный автогнетушитель Обязательная ремка Может даже Голдовая ремка Потому что Криты здесь часто Страдать Будут с десятыми уровнями Иногда он нагибает Да Ну, это очень нечасто Происходит Ну, а так По танку В принципе Все Мне немножко грустно Каким он стал Раньше он был лучше Да и вообще Я Блин На танк Тратил деньги Наверное, не для того Чтобы Мне его потом Понерфили На премиум И танк Потратил Реал Да, например Который там Пакет Недешево Стоит Восемь из баксов Не каждый Допустим Может себе позволить Мне там Не так сложно В принципе Но некоторые люди Там, допустим Зарабатывали Реально там Откладывали Может чтобы Купить гуся Да И Оп У них танк Нерфят Им так он нравился А танк Нерфят Ну, в общем Несправедливо Это гуся Немножко изменили Это плохо Я в нем почти не играл После того, как его изменили Только вот Вот этот бой Мне понравился Я так въезжаю Обычно там Ничего даже сделать толком Не могу Потому что я въехал У меня Два боя подряд Кинуло к десяткам Я сейчас, может быть Вставлю эти бои Чтоб вы увидели Как это происходит Когда вас кидают в топ В топ В смысле К топам Точнее Ну, в общем Все по танку С вами был Хомиш Надеюсь Вам было интересно Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Вступайте в группу Вконтакте Качайте Качайте нормальные танки Лучше 32 качайте Она лучше гуся Он не нужен Купите лучше себя Не знаю 112 Или ИС-6 Или Льва Которого ап Или что угодно 34 куну Гусь Это самый последний вариант В вашем списке Должен быть Ну, это так Просто мой совет Он иногда очень нагибает И очень танк на любителя Я бы сказал Вон, вроде бы Это Габриэль Анджелос Играет на нем нормально Ну, кому-то везет Кому-то не везет Мне, допустим Не везет на этом танке Может, потому что Я не самый лучший игрок И я не буду Как бы с этим спорить А может, просто потому что Танк говно И большинство игроков Так и считает Ну, я тоже так считаю Потому что он говно По крайней мере, раньше Он был хороший Сейчас он говно Все Много лишней болтовни Было от меня Кому неинтересно Могли не смотреть Да В общем, ставьте лайки Комментарии будут закрыты Можно будет в группе Вконтакте Подписаться Так-то все До свидания Подписывайтесь Ставьте лайки И в группу Вконтакте Вступайте, конечно Если еще не вступили Еще хотелось бы Мне показать В дополнение То, как гусь Держит удар Против восьмых уровней На расстоянии 300 и 200 метров Вот Естественно Мои будут Ребята в трене На ББшках Вот А потом уже Ставят голду Ну и вы сейчас Наблюдайте То, как вообще Гусь держит удар И какая у него В принципе Броня Неплохая Вот Да Я хочу сказать Но Это только против Премов восьмого уровня То есть Только если вы в топе И то Иногда Вас все равно Пробивают Даже в ВЛД Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин